Всем привет! Давайте в этом видео научимся импортировать данные из Google таблиц в рабочие файлы Excel. В качестве примера возьмем вот эту гугловскую таблицу. В ней у нас записаны данные по воображаемым заказам. Для того, чтобы импортировать эту таблицу в файл Excel, щелкаем по кнопке «Настройки доступа». В открывшемся окне теперь щелкаем по подписи «Скопируйте ссылку» и после этого нажимаем на стрелку рядом с подписью «Доступ ограничен». Выводимом в результате выпадающем списке выбираем настройку «Доступные пользователям», у которых есть ссылка. Отлично! Мы только что сделали эту гугл таблицу доступной для тех, у кого есть вот эта ссылка. Именно ей, с небольшими модификациями, мы и поделимся с Excel, а если быть точнее, с Power Query. Итак, щелкаем по кнопке «Копировать ссылку» и открываем нужный нам файл Excel. Я в качестве примера создам новую пустую книгу. Теперь, находясь в нужном файле Excel, переходим во вкладку «Данные» и сразу щелкаем по кнопке «Из интернета». У нас открывается вот такое окно. Располагаем курсор мышки в поле URL-адрес и используем комбинацию клавиш Ctrl-V, чтобы вставить из буфера обмена скопированную ссылку на таблицу Google. Отлично! И теперь смотрите. В конце ссылки имеются параметры настройки доступа к расположенному по ссылке файлу. Вот эта часть. Ее нам нужно сейчас поправить. А именно мы делаем следующее. Слово «Edit» заменяем на «Export», «USP» заменяем на «Format», Ну а слово «Sharing» заменяем на «XLSX». Все. Все готово. Поэтому просто щелкаем по «Ок». В открывшемся окне у нас выводятся рабочие листы указанной Google таблицы, так что выбираем нужный рабочий лист. В моем случае это «Лист 1». И его данные мы теперь можем импортировать в текущем выбранном листе Excel с помощью кнопки «Загрузить». Щелкаю по ней, немного ждем и вуаля. Данные из Google таблицы успешно импортированы. При этом, как только в нашей таблице произойдут изменения, то есть, например, как только будут внесены записи о новых заказах, в файле Excel нужно будет просто щелкнуть правой кнопкой мышки по выгруженной таблице и затем нажать на «Обновить». Альтернативно, можно во вкладке «Данные» щелкнуть по кнопке «Обновить все». Это удобно в ситуациях, когда нужно обновить сразу множество подобных импортируемых таблиц. Щелчок. И вот результат. Мы сразу видим свежие данные. Отлично. Вот мы и научились импортировать данные из Google таблиц в Excel. При этом небольшое, но важное замечание. Мне встречалась информация, что синтаксис вот этих копируемых ссылок в гугловских программах иногда, если они там что-то разрабатывают, может изменяться. Мне самому еще не приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Полагаю, такое очень редко происходит. Но, тем не менее, я в любом случае сразу хочу предупредить. Если у вас вдруг подобный метод импорта перестает работать, проверьте, не изменилась ли изначально указанная вами ссылка, и при надобности поправьте ее. При этом, как уже было сказано, по идее изменения здесь, если и происходят, то крайне редко. Поэтому можете особо даже не переживать в этом плане. Ну и последнее замечание. Если вы когда-нибудь захотите закрыть доступ к одному из ваших файлов, то есть чтобы ранее использованная ссылка больше вообще не работала, просто открываем окно настроек доступа, и опять-таки в разделе «Скопируйте ссылку», щелкните «По данной стрелке». После этого нужно выбрать первую настройку «Доступ ограничен», и в таком случае никто, даже те, кому когда-то была известна эта ссылка, никто больше не сможет иметь доступ к данному файлу. Супер! В следующих видеоуроках из этого плейлиста мы сделаем упор на практику и будем учиться анализу собранных вопросов данных. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти уроки, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!